Привет, друзья! Я рада видеть вас снова! Надеюсь, вы празднули Новый год хорошо! Как вы помните, мы закончили модуль 4. И теперь мы продолжаем модуль 5. Он называется природные катастрофы. Как обычно, мы начинаем со слов. Слушайте меня и повторяйте за мной. Холидей мейгер. Отдыхающий. Холидей мейгер. Экспириенс и цунами. Пережить цунами. Экспириенс и цунами. Коллега. Обратите внимание, пожалуйста, как пишется это слово. Коллегуе. Так и запоминайте себе по-русски. Коллега. Но читайте. Коллега. Лежать на пляже. Lie on the beach. Huge waves. Massive waves. Огромные волны. Huge waves. Massive waves. Не забывайте повторять. Don't forget to repeat. The water reached me. Вода добралась до меня. The water reached me. Reach. Достигать чего-то. Up to my knees. По колено. Up to my knees. We don't pronounce K. Мы не произносим букву K. Scream. Cry. Shout. Кричать. Это все синонимы. Scream. Cry. Shout. Pieces of wood. Куски дерева. Pieces of wood. Hit. 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 Ударять. Неправильный глагол. Все три формы одинаковые. Hit. Hit. A palm tree. Пальма. A palm tree. Не забывайте звук. Т. Т. На верх язычок. A palm tree. Pull out. Вытаскивать. Пул тащить. Pull out. Вытаскивать. Rescue. Спасать. Rescue. A rescue team. Спасательная команда. A rescue team. Carry. Carry. Нести. Carry. Нести. Звук R тоже наверх. R. 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 Tinned fish. Консервированная рыба. Tinned fish. Supplies. Запасы. Supplies. Distribute food. Раздавать еду. Distribute food. Вы, наверное, все знаете уже ставшее довольно знакомое нам слово в русском языке. Distributor. Распространитель. Cracked roads. Треснутые дороги. Cracked roads. Collapsed buildings. Рухнувшие здания. Collapsed buildings. In the meantime. Meanwhile. Его синоним. Тем временем. In the meantime. Meanwhile. Search for survivors. Искать выживших. Search for survivors. Search for somebody. Look for somebody. Искать. In the early hours. Рано утром. В ранние часы. In the early hours. Managed to find. Удалось найти. Managed to find. Be alive. Остаться в живых. Be alive. Repeat after me. Повторяйте за мной. Buried. Underneath. A five-story building. Похоронен под пятиэтажным зданием. Buried. Underneath. A five-story building. Обратите внимание на слово. Берри. Хочется прочитать. Ба-ри. Или как-то по-другому. Берри. Но, тем не менее. это слово читается «buried», почти как ягода. Injured people – раненые люди. Suffer injuries – страдать от ранений. Damages – повреждения, но только имущественные. Injuries – мы говорим вещественные, что-то человек может себе повредить. Damages – вещественные, например, машину мы можем повредить. Срочная скорая помощь. Повторяйте за мной, don't forget, не забывайте. Лечить. Офул – ужасный. Horrific, horrible, terrible, awful. Litter – мусор. Garbage, trash, waste. Litter – garbage, trash, waste. Глагол to litter – мусорить. To litter. Occur, happen – происходить, случаться. Occur, happen. It happened to me last year. Это произошло со мной в прошлом году. It occurred yesterday. Это произошло вчера. Generate – цунами. Сгенерировать цунами. Generate – цунами. Bad – worse, the worst. Глагол плохой. И его степень сравнения. Bad – плохой. Verse – хуже. The worst – самый плохой. Bad – worse, the worst. The worst natural disaster. Самая ужасная природная катастрофа. The worst natural disaster. Не забывайте, когда вы произносите звук the, я обязательно должна видеть ваш язык. The worst natural disaster. Тогда будет произношение правильное. In the recent history. В недавней истории. In the recent history. Feel calm. Чувствовать себя спокойно. Feel calm. Achieve. Достигать чего-то. Achieve. Unexpected. Неожиданный. Unexpected. Trout. Засуха. Trout. Flood. Flood. Навогнение. Flood. Tornado. Торнадо. Tornado. Earthquake. Землетрясение. Earthquake. Cyclone. 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 Avalanche. Лавина. Avalanche. Hurricane. Ураган. Hurricane. Fear. Страх. Fear. Drown. Тонуть. Drown. That's it. Ну вот и все со словами. Now let's listen to the texts. Теперь давайте слушать тексты. Please look at the task. А теперь посмотрите, пожалуйста, на задание. Which person was a member of a rescue team? Кто из этих людей был членом спасательной команды? Which person was a journalist? Кто из них был журналистом? Which person was a holiday maker? Кто был отдыхающим? Which person was a doctor? А кто был доктором? Мы будем слушать и сразу отвечать на этот вопрос. Итак, текст номер A. Текст номер A. Alex. Тунами disaster. Тунами disaster. Корабль, несущий 350 тонн риса, воды, консервированной рыбы и других припасов прибыл в Наис, в Индонезию сегодня. И мы уже начали распространять еду среди людей. К сожалению, треснутые дороги и рухнувшие здания делают это очень трудным. Repeat after me, repeat with me, повторяйте со мной. In the meantime, тем временем, we keep searching for more survivors. Мы продолжаем искать еще выживших. В ранние часы четверга нам удалось найти 13-летнюю девочку, которая была все еще жива. Она была похоронена под пятиэтажным зданием в течение 52 часов. Это был участник спасательной команды. Вы согласны? Текст B. Я лежал на пляже, загорая, когда я вдруг заметил огромные волны. До того, как я узнал об этом, the water had reached me, вода уже достала меня. Я начал бежать, но я не мог, потому что вода была мне по колено. Люди вокруг меня кричали. Не забывайте повторять за мной. Несколько секунд позже я был под водой. Куски дерева ударяли меня. К счастью, человек, который был на пальме, вытащил меня из воды на дерево. Через несколько часов нас спасли местные люди и отправили в больницу. Кто это рассказал? Это был отдыхающий. Вы согласны? Я надеюсь, что вы согласны. Текст C. В отеле мои коллеги и я помогали раненым людям. Мы оказали им срочную первую помощь до того, как их забрали в больницу. Некоторые из ранений, которые мы лечили, были довольно ужасными. Улицы снаружи были замусорены упавшими пальмовыми деревьями и огромными кусками деревьев и металла. Повторяй со мной. Землетрясение, которое произошло в 7.59 по местному времени, под Индийским океаном, сгенерировало самый огромный цунами, который мир видел за последние 40 лет. Массивные волны убили свыше 10 тысяч людей в Южной Азии. Это должно быть одна из самых ужасных природных катастроф в недавней истории. Итак, кто же у нас был в тексте C? Это был a doctor. Кто написал эту статью? A doctor. А последнюю статью у нас написал a journalist. Журналист. Итак, у нас есть доктор, журналист, отдыхающий и участник спасательной команды. Есть задание. Which person or people, какой человек или люди, suffered injuries, пострадали? What do you think? Как вы думаете? It is a holiday maker. Это кто? Отдыхающий. Which person or people helped other people? Кто же помог другим людям? A doctor, first of all, прежде всего, доктор. And then a member of the rescue team. Участник спасательной команды. Yes? Who felt calm at first? Кто сначала чувствовал себя спокойно? It's a holiday maker, of course. Это, конечно, отдыхающий. Who gives details about the time and place of the disaster? Кто дает детали о времени и месте катастрофы? It is, of course, a journalist. Это, конечно же, журналист. Who was helped by someone else? Кому кто-то помог? A holiday maker. Конечно же, отдыхающему кто-то помог. Who achieved something unexpected? Кто достиг чего-то неожиданного? It's a holiday maker. Это отдыхающий. Помните, он его вытащил местный на дерево? А мы идем дальше и смотрим, какие же бывают катастрофы. Drought. Засуха. A period of time with no rain. Период времени, когда нет дождя. Flood. Наводнение. Large amount of water that covers an area which is usually dry. Большое количество воды, которое покрывает территорию, которая обычно сухая. Tornado. Торнадо. A violent windstorm which consists of a tall column of air spinning around very fast. Сильный шторм из ветра, который состоит из высокой колонны воздуха. Spinning around. Крутящийся вокруг. Very fast. Очень быстро. Tsunami. A huge wave caused by an earthquake which flows onto land. Огромная волна, вызванная землетрясением, которая, волна, которая идет на землю. Onto land. Earthquake. Землетрясение. A shaking of the ground. Земля трясется. Shake, shook, shaken. Неправильный глагол трясти. Cyclone. Cyclone. A violent tropical storm in which the air goes round and round. Сильный тропический шторм, в котором воздух крутится вокруг. Round and round. Avalanche. Lavina. A large mass of snow falling down the side of a mountain. Огромная масса снега, которая падает по склону горы. Hurricane. Ураган. Ураган. An extremely violent wind or storm. Ужасно сильный ветер или шторм. We go to exercise 7. Идем к упражнению 7. Check the verbs in the verb list. Посмотрите, какие у нас есть слова. Use them in the correct form to fill in the gaps. Используйте эти слова в правильной форме, чтобы заполнить пропуски. Fear. Страх. Cover. Покрывать. Leave. Оставлять. Drown. Тонуть. Snow. Снег. Crack. Трескаться. Collapse. Рушиться. Lose. Терять. Итак. Thousands of people were homeless. Тысячи людей были оставлены без дома. Were left. Leave. Left. Так. Меня пишет или нет? Не пишет. Пишет только на русском. Left. Thousands of people were left homeless. Тысячи людей были оставлены без дома. Hundreds of sheep in the flood and many other animals they habited. Сотни людей в наводнении и многие другие животные в свою среду обитания. Итак. Тысячи овец. Что они сделали? Наверное, утонули. Drowned. In the flood. Прошедшее время. Past simple. And many other animals. И многие другие животные. Наверное, потеряли. Lose. Lost. 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 They habited. Потеряли свою среду обитания. Many roads and a five-story apartment building like a house of cards. The people in the building are to be dead. Итак, третье предложение. Много дорог. Наверное, мы знаем. Здесь нам давали это сочетание. Треснули. Треснувшие дороги. Correct. И пятиэтажные. Люди в зданиях, наверное, рухнули. Collapsed. Как карточные домики рухнули. Люди в зданиях. Are. Feared. To be dead. Fear. Это бояться. Люди в зданиях. Боятся, что умрут. Many people were snowed in. Многие люди были погребены под снегом. And the roads were covered with ice. И дороги были покрыты снегом. А мы переходим к спикингу. Exercise 8. Упражнение 8. Which disasters can you see in the pictures? Какие катастрофы вы можете видеть на картинках? Which of these disasters are common in your country? Какие из этих катастроф обычны в вашей стране? Which is the most serious to you and why? Какая из них самая серьезная для вас и почему? Possible answer. Какой может быть возможный ответ? In these pictures we can see a tornado. Мы можем видеть торнадо in picture A. In picture B we see a drought. На картинке C there is an earthquake. Землетрясение. In picture D there is a flood. Наводнение. In my country we don't have tsunamis. В нашей стране нет цунами, о торнадо и торнадо. But sometimes we have droughts. Мы имеем засуху. And it's serious. Это серьезно. Because then we don't have crops. Потому что тогда у нас нет урожая. And we can have earthquakes. Мы можем иметь также землетрясение. It's also serious. Также серьезно. And horrible. И ужасно. Потому что много людей умирает. And we can also have floods. Мы можем также иметь наводнение. Because people are left homeless. Потому что люди остаются без дома. Animals lose their natural habitat. Животные теряют свою среду, природное питание. And a lot of things are ruined. Многие вещи превращаются в руины. Ну и кстати при землетрясении мы тоже можем сказать. Buildings collapse and roads crack. Рушатся здания и трескаются дороги. And I would like you to write me a short essay. Я бы хотела, чтобы вы мне написали короткое сочинение. About five sentences. Примерно пять предложений. Maybe a little bit more. Может быть немножко больше. And describe any of the natural disasters. И описать какой-нибудь из природных катастроф. I hope everything was understandable. Надеюсь все было понятно. And I'm waiting for you in the next video. Я жду вас в следующем видео. Put likes. Ставьте лайки внизу. And see you next time. And take part in our English Speaking Club. Увидимся позже. И принимайте участие в нашем англоговорящем клубе. Bye. Bye.